Спасибо коллегам. Бронзовый призер Московская Динамо. Собственно, три динамских коллектива мы увидим с вами. Еще раз вспоминаем о том, что у нас пятый раз три команды из этого общества участвуют в финале четырех. И вот в разных вариантах они поднимаются на пьедестал. Москва-Казань-Краснодар в 2011 году. Казань-Москва снова Краснодар был бронзовым призером в 2012 году. В 2013-м повторилась комбинация, соответственно, которая была два года двумя годами ранее. И в прошлом сезоне Краснодар, Амичка, Москва и только четвертый стал оказать. Но, наверное, бронзовые медали уж чемпионам страны точно не нужны были. Ну а вот и гости, которые будут награждать, в том числе и Вучка, Гиви Ахвидиани. Говорит и показывает Москва! Ну у нас Краснодар сейчас на экранах. И очень расстроена Анастасия Самойленко. Единственный человек в зале, который плачет. Что-то случилось. Напомним, что кубок уже давно посвящен памяти Гиви Ахвидиани. Знаменитый тренер, который привел женскую сборную к золоту Олимпийских игр 68-го и 72-го года. Также выиграл чемпионат мира, кубок мира и чемпионат Европы три раза. Кроме того, под руководством Гиви Ахвидиани, мужская сборная выиграла дважды чемпионат мира. Вот такой вот у нас в истории отечественного волейбола был замечательный специалист. Ну сначала бронзовые медали будут вручаться к московскому «Динамо». Успокаивает Настю Самойленко. Ну и состав команды московского «Динамо» Фернандо Гарай, единственный легионер из Бразилии. Екатерина Касьяненко, Регина Мороз, Наталья Обмачаева, Ирина Фетисова, Юлия Морозова, Анна Лазарева, Анастасия Бавыкина, Яна Щербань, Екатерина Любушкина, Анастасия Маркова, Екатерина Романенко, Анна Малова и Вера Ветрова. Тут, по-моему, больше слова утешения какие-то звучат в адрес динамских волейболистов. Да, даже сегодняшний поединок за бронзу не мог, конечно, скрасить горечи вчерашнего поражения. Еще раз напомню, команда Вилана Тайбрейки 14-11 и проиграла «Динамо» Казанскому. Ну и поздравляем с этой бронзой Юрия Панченко, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта, главного тренера. Это первая награда на динамском посту главного. Тут можно только пожелать, чтобы все-таки дали и руководители клуба, и дальше Юрия Панченко поработать. Потому что мы помним, что в истории максималистского московского клуба, в общем, бывали эпизоды, когда даже после победы в кубке отправляли в отставку тренера. Но в Лиге чемпионов пока идет борьба, из группы команда должна выходить. Чемпионат со стороны Москва сейчас на втором месте. Пять побед после пяти матчей, только по дополнительным показателям они Протону уступают. Но ведь трудности возникли не только вчера, но и с выходом, с попаданием сюда в финал четырех. В московскому «Динамо» тоже пришлось не просто, а как раз с Протоном 0-2 уступали. 14-11 был счет в пользу Протона в третьей партии, и московская «Динамо» эту встречу выиграла. Юрий Панченко вместе со своим капитаном Верой Ветровой награждается бронзовыми медалями. Московская «Динамо» кстати одиннадцатый раз участвовала в финальном турнире Кубка страны. Что касается казанского «Динамо», то это был седьмой финальный этап. И еще под своим прежним названием «Казаночка». Причем у себя принимали в финал они в 2006 году и заняли тогда только четвертое место. Но это была совсем другая команда и другой наставник в первой шаге. И это делал вершину пяти титулов чемпионов страны. Ну а теперь награждение «Динамо» Казанского. Серебряные медали получает команда. Мария Бородакова, Екатерина Гамова, Ирина Малькова, Анна Нельникова, Олеся Николая, которая вернулась в свой родной клуб. Не выходила она у нас в финале ни разу. Женя Старцева, Виктория Чаплина, Дарья Столярова, которая, в принципе, очень здорово себя показала вчера в этом сумасшедшем полуфинале. Елена Гендель, Аня Матиенко и легионеры, итальянка Антонава Дель Форе и болгарка Элица Васильева. Какая там активная пседа с Дель Форо завязалась. Ну и можно, единственное, наверное, положить на момент этого финала для Казани возвращение Вики Кузякиной в строй. После травмы, после реабилитации. Сегодня вынужденная была мера, но все-таки она вышла и старалась как могла. Виктория Кузякина помогала Елене Ежовой. На позиции Либера. Поздравляем Решата Гилизудинова. Он, кстати, сбежал. Хороший. Не хочет получать серебряную медаль. Он, конечно, здесь в зале очень четкий, хороший итог подвел он этой встрече. Действительно, не хватило сил его команде. Интересный диалог. Видишь, капитан Краснодара, Любовь Соколова с Фигарай, недавно покинувшей расположение команды, обсуждают. Может быть, вот она немножко подтрунивает над своей бывшей соратницей. Я не думаю. Просто Люба хорошо говорит по-итальянски. Здесь как раз шанс пообщаться с Фернандой Гарай. В прошлом сезоне они здорово выступали за Краснодарское Динамо. Ну, это тренерский штаб победителей турнира. Константин Ушаков, главный тренер. Федор Кузин, тренер-статистик. Станислав Саликов. Три молодых специалистов. В принципе, будущее российского тренерского цеха. С большим ущерком, так можно сказать. Дочь Гивиаха Лидиани будет награждать. Немножко я перепутал. А внук и правнук на трибунах находится. Замечательного тренера. Ну, лейтенант Сельджук, почетный президент Всероссийской Федерации Рудейбола. Ну и главный трофей, очень красивый кубок. Но сначала золотые медали. Состав. Динамо Краснодар. Марина Марюхнич, Любовь Шашкова, Наталья Малых, Александра Пасанкова, Ирина Филиштинская, Татьяна Кошелева. Екатерина Кривец, Наталья Ходунова, Светлана Кричкова. Анастасия Кривец, Наталья Ходунова, Екатерина Кривец, Аплодисменты, 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 Аплодисменты. Анастасия Сануэлинг, получает медали и поздравления. Екатерина Кривец, Александра Пасанкова, Александра Сухцева, Непосредоимая Наталья Малых. Екатерина Ефимова, еще одна блокирующая Краснодара. Вторая гидера Мария Бигина. Ну, что-то, может быть, не очень простое время сейчас у команды. Тем не менее, клуб сражается за честь российского волейбола в Еврокубках. А вот еще, кстати, тоже вновь пришедшая вторая связка. Светлана Сурцева. Команда играет в кубки ИКВ, вышла в 1-8. Команда занимает 4-е место чемпионата страны. Мы будем надеяться, что у Краснодара все будет хорошо и с мужской, и женской командой. И вот этот трофей, второй год подряд завоеванный, клубу в этом поможет. Ну, несмотря на отъезд бразильских легионеров, состав у Краснодара очень серьезный. Есть и двукратные чемпионки мира, и чемпионки Европы. В общем, действительно, команда классная пережить в эти тяжелые времена. Ну, а сейчас Владислав Фагеев вручает Кубок России капитану команды Любови Соколовой. И так финал Кубка России 2015 года завершается второй подряд победы Краснодарского «Динамо». Казань вторая, Москва третья. Поздравляем девушек с этими достижениями. Благодарим за красивую игру. Ваши комментаторы Алексей Мельников, Татьяна Грачева, всех коллег под руководством режиссера Виталия Ганюшкина. Тоже огромное спасибо. Всем до новых встреч на волейболе. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok